мальчики и девочки добрый день с вами павел лохнин и сегодня специально для группы to stick drum school а также барабанда и многих других само собой я снимаю давно обещанное видео о трюках подбрасывание представляет из себя подкидывание палочки вверх а затем после совершения нескольких оборотов ловление и и вами вот простейший пример что у нас здесь происходит мы просто берем и подкидываем палочку вверх вот такие вот кистевым движением либо высоко либо низкой ловим после того как она совершает один оборот подкидываем именно с таким скажем как зазором по времени ну с такой как бы силы чтобы она совершила ровно один поворот после чего упала к нам в руку то есть если мы подкинем слишком высоко то не факт что она свершит один поворот упадет на руку например как сейчас мне также существуют обратное подкидывание палочки вот выглядят они таким вот образом соответственно что мы делаем в обратно подкидывание мы просто как будто бы подсекаем палочку указательным пальцем вот вот так на себе делаем вот такое движение после чего ловим ее после полуоборота есть еще такой трюк как высокое подбрасывание соответственно с большим количеством поворотов палочки что для этого нужно во первых нужно потратить больше силы чтобы подкинуть палочку повыше во вторых нужно постараться помощнее закрутить потому что чем быстрее палочка будет вертеться тем больше шанс того что она упадет вам руку именно так они вот так понимаете да этот трюк можно сделать интереснее если в начале и в конце того как мы палочку подкидывать соответственно и ловим мы будем акцентировать это в малый барабан допустим вот таким вот подкидывать палочку можно из традиционного замка вот для этого нам с вами нужно делать в традиционном замке такое же движение которое мы обычно делаем перед просто обычным собственно одиночным ударом как показывал миллер то есть вот это движение вверх да но здесь мы просто кистью вот так вот как будто выбрасываем палочку после чего ловим ее вот так же в традиционный замок вот старайтесь подкидывать палочку так чтобы она летела максимально вверх в одной вертикальной плоскости вот и чтобы она не улетала там влево вправо там вперед назад соответственно когда вы будете подбрасывать его то велик шанс того что она приземлиться где-нибудь у вас за спиной следующий вид трюков называется кручение самый простой вариант кручения это как я думаю вам известно зажимание палочки между двумя пальцами соответственно вот либо в средней паланге либо в самой первой после зажатия палочки вот происходит достаточно интересный процесс исполнения самую кистью можно его назвать кручение в принципе что это и есть получается такое кручение либо можно помогать себе только пальцами то есть уже без кисти но это уже для профиля потому что поначалу пальцами будет не получаться исполнять те же самые движения то есть по сути миниатюризировать то что вы делаете кистью кистью выполнять вот такое движение ну как будто круг вот пытаетесь нарисовать средним пальцем то же самое с этой рукой сначала только кистью а затем только пальцами вы можете выполнять это как в первой фаланге так и зажив палочку между второй фалангой но учтите что во второй фаланге получается быстрее но палки больше возможности вылететь из руки и соответственно то же самое касаемо левой руке палочку можно крутить по часовой стрелке против часовой стрелки также есть такой замечательный трюп как вращение палочки пальца с двумя полными вращениями когда палочка переходит вам собственно обратно через указатель палец в кисть снова захват собственно замок либо одно вращение тогда палочку приходится перехватывать вот из этого места обратно а вот так вот это не очень удобно но если времени немного а трюк сделать хочется то это вполне вывод это двойная это одиночная также есть верчение в традиционном замке соответственно что мы делаем мы зажимаем палочку между этими двумя пальцами просто как будто бы рисую и и головкой символ бесконечности только получается с права налево вниз потом налево вверх и потом вправо вниз но возвращаясь в исходную точку этот трюк очень хорош тем кто играет традиционном замке тем что его можно непосредственно вставить во время игры куда угодно практически в любом замахе то есть это аналог вот это вот верчение подбрасывание 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 в стиле майка тирана что делает майк тиран он держит палочки в немецком замке ладонями вниз и подбрасывает палки себя перед лицом фронталь вот палки совершает либо полный оборот либо пол оборота и он их ловит у себя где-то здесь на голову над головой если их ловить на уровне лица или ниже будет не очень эффектно вот если ловите где-нибудь здесь вверху будет очень здорово вот собственно пример следующий момент который хотел вам показать это кручение палочек в так называемом госпел стиле берете французский либо немецкий замок и не выпуская палочку то есть не перекладывая между пальцами как обычно при исполнении вертящихся трюков то есть вот этих всяческих по часовой против часовой стрелки вы просто берете берете так вот собственно палочку поворачиваете назад и просто вот так вот проворачиваете вместе с кистью возвращая ее в исходное положение то есть как будто проворачиваете палочку на большом пальце следующий который я хотел вам показать это так называемый бэк стикинг когда в процессе игры допустим исполнение какого-то рудимента на малом барабане либо там на тарелке не знаю чем угодно на томе вы периодически играете по этому инструменту в задней части палочки это одна его разновидность когда вы просто допустим играю в немецком замке переворачиваете просто палочку есть еще второй вариант это просто переходить собственно из допустим той же самой немецкой постановки в традиционную нанося при этом задней части палочки удара выглядит это вот так вот даже есть такая штука как собственно вертолет когда вы сначала из традиционного замка переходите в такой вот замок когда у вас ладонь когда вы держите палочку как обычно в традиционном замке на ладони смотрит вниз раз затем переключаетесь на традиционный затем делаете из него бэк стикинг потом снова сюда есть еще такой вот трюк смотрите я даже не знаю как его назвать но выглядит он вот так следующий трюк не знаю трюк не трюк это игра палочки по палочке при этом вот еще и одновременно игра проходят допустим восьмых или шестнадцатых вот держите палочка в традиционном замке вот сверху по ней просто бьете другую палочку вот это если вы не будете прижимать палочку большим пальцем как только будете ее немножко прижимать шарниром сразу же у вас количество два дробка увеличится в два раза получится что на хэте будете играть шестнадцатый ноутер хотя вы всего лишь играете восьмый и соответственно попало вот здесь очень важно найти у палочки правильную точку по которой нужно бить потому что если бить слишком высоко отскоков не будет если слишком низко тоже вот так вот касаемо обратного включения палочек есть такой замечательный трюк я когда-то увидел его в донате был невероятно впечатлен что мы делаем мы просто берем собственно в каждую руку по палочке разумеется вот и просто делаем по одному вращению назад соответственно за спиной головкой после каждого вращения наносим удар по барабану либо по тону вот получается такая вот штука также есть такой достаточно интересный трюк как игра по тарелке снизу вверх то есть мы либо можем просто ударить по ней снизу но тогда велик шанс что мы ее расколем либо можно сыграть так называемую двойку вот когда мы бьем по тарелке снизу а потом сразу же сверху получается такое вот плавное движение уни вверх снизу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее немножечко скажу о применении их трюков в игре. Например, те же самые кручения можно использовать во время каких-то пауз внутри песни, во время исполнения простейших рисунков. Допустим... Причем желательно поворачивать крутящуюся палочку, скажем так, пропеллером к зрителям, а не вот так вот, боком к себе. Потому что получается вот такая вот хребу, согласитесь, не очень красиво выглядит. Когда крутишь вот так, вот, ладонью к себе, соответственно, смотрится значительно симпатичнее. Вот, можно крутиться уже двумя руками, соответственно. Подбрасывание вот, можно использовать в соло, либо, допустим, когда вы качаете одной рукой в крэш, или играет, а играет, соответственно, медленный бэкбит в малый барабан. В принципе, на сегодня все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok